Привет всем, я с тобой Колди. В этом ролике ты увидишь мою реакцию на 4 эпизод сериала Мисс Марвел. Ребят, на дворе уже лето, так же пожалуйста, налей себе лимонадика. И только потом уже смотри мое видео, окей? Чтобы все было с тобой хорошо, окей? Все, смотри, я вместе с тобой вот. Теперь можно приступить. Приятного тебе просмотра. Интересно, как будет новое интро Мисс Марвел? Я бы, конечно, не сказал, что данная музыка, она подходит для интро Марвел. Ну, окей, пускай. Похоже, это воспоминания Камалы. А, нет, это не воспоминания, оказывается. Ну, ладно, интересно. Стретится ли Камала в этом сериале с Бруно? А то как-то жалко его терять. Я спал, у меня она, похоже, временно приехала в Пакистан. Очень странно, что они не разговаривают на самом языке. Было бы прикольно увидеть. Для стройного движения. Да, интро Марвел опять новое. Правда, я там ничего не разглядел. Пакистан. Вот данный кадр, именно этот кадр, очень похож на интро Мисс Марвел. Ну, какой-то серии, я не помню. Просто я уже видел что-то похожее. Ха-ха. Мисс Марвел на лаваше. Ну, ладно. Прикольно. Я увидел абсолютно все кадры интро Мисс Марвел. И я ничего не увидел. Вот в прошлом интро Марвел я увидел пасхалку к Железному Сердцу. А в этом сериале, в этом интро Марвел, Мисс Марвел, я не увидел ничего такого особенного. Максимум некоторые похожие кадры интро Мисс Марвел, которые были в прошлых сериях. Магнум это, видимо, та собака, с которым жила Камала вместе с мамой в Пакистане, скорее всего. Ну, когда была маленькая. Вот в кадрах Мисс Марвел я вижу уже не первый раз, что почему-то задний фон, он всегда вот такой вот размытый. Прям не очень выглядит ее в некоторых кадрах, конечно. Ну, ладно. Вот они и сказали на своем языке. Жалко, что и мама не знает, что она Джин. А как он ее спас... А как ее браслет спас ей жизнь, когда она использовала его в последний раз как-то? Как именно? Это, конечно, прикольно, что браслет пытается ей что-то сказать. Но как именно? Он что, живой? Он что, искусственный интеллект? Флэшбеки. Ой, прости, не знала, что ты в постели не одна. А с кем она сейчас лежит? А. Я понял. Я понял, ладно, окей. Кстати, мне казалось, или она заснула без одеяла, а сейчас проснулся с одеялом. Ну-ка, сейчас проверю. Так, ну вот, она лежит. Ну да, она заснула без одеяла, проснулась с одеялом. Ну, окей, ладно. Это я сегодня, когда пытался заснуть, и когда проснулся. Пока что серия как серия, то есть ничего такого нету. Максим, чтобы было прям интересно, это ее флэшбеки. Или когда она встретилась с бабушкой. 500 рупий. Угу, это сколько? 500 рупий, это 340 рублей. А вот 300, 203 рубля. И такой скажет еще. С вас там, допустим, 100 рупий. Да, да. Правда, я переборщил чутка. Ой, не угадала чутка. Прямо не 100, а 1500 рупий. А 1500 рупий, это у нас 1017 рублей. За фото. А не проще было включить гугл-карту. Ммм, а что если браслет предсказал будущее и сказал, что произойдет? А зачем она надела маску? Ладно, хорошо, пускай. Знаете, вот как-то очень странно. Почему все супергерои в таких масках, в особенности в мультике Суперсемейка, думают, что их нельзя распознать? Ммм, это не так. Можно. Не, ну маска красива, но зачем? Чах муравей. Так, а что здесь написано? Я-то, конечно, не понимаю, просто я бы лучше перевел бы, чтобы написано. Я думаю, они все понимают наклизки, поэтому я лучше переведу. А переводится это как, ты можешь начать с чего-то малого. И все равно стать больше, чем жизнь. Вот то, что она на маске, это еще не значит, что она супергероиня. Это то, что когда был маленький, носил костюм Человека-паука. Ну ничего, как бы. Я чувствовал нур. А, он почувствовал нур, вот почему. А, теперь понятно. Вы все маски, которые могут иметь супер-поставки? Ну, Хадди, я не канадец. Хм, что так промазал? А? Прикольно. Ну почти. Мне иногда кажется, что ей помогает сам браслет. Черепашек-ниндзя. Ну вот, мне кажется, что и сам браслет спасает. Красивый кадр. Прикольно. И я все еще не понимаю, зачем она надела маску. Если она хочет от него скрыться, то это уже бесполезно. Потому что он почувствовал нур. И получается, он ее увидел без маски. Так что да. Это потайная комната. Но ей вообще не было смысла снимать маску, но... Шарф намного лучше для скрытия личности, чем нежели ее, эта маска. Ничего себе. Немного похожая технология, я помню, из фильма «Жизнь человек». Очень красиво. О, а я только что хотел сказать, что можно ногами их завалить. Что-то летают по летающей кофры. Ну вот уже прошло половина сериала. Ну, не сказать, что прям сериал скучный. Но, да, немного скучновато, да. Но также есть интересные моменты. Но пока что мне лично скучновато. Вот, осталось еще буквально две серии и все. Конец сериала. И пока что данная серия мне не очень заходит. Да, классно, что она встретилась с бабушкой. Что она одела маску. Что она познакомилась с каким-то пацанчиком. Это, конечно, все хорошо. Но, не знаю, что-то не хватает. Детеныш и ленивца. Ну... Странно, что и родители, что и мама, что бабушка не звонит и по поводу того, где она сейчас находится. Или, допустим, жалко, что она сейчас не переписывается с Бруно. Просто было бы классно увидеть, как Бруно переживает за нее. Типа, и будет там, допустим, спрашивать у него. Просто было бы прикольно, если бы у Бруно были переживания по поводу поездки Камалы. Ну, ладно. Что это? Это курица? А, это суп. Походу, они вообще за нее не переживают. А, она... Она знает, где она. Ничего себе. Что, кузен Дрине? Что? Ладно. В принципе, серия спокойная. Нет никакого такого боевика. Ой, таких жестких драк, я имею в виду. Да, были драки в этой серии, но... В целом, в данной серии очень даже спокойно. Ну, наконец-то, какие-то проявления способностей, а то немножко скучновато. А, да. Кстати, да, все-таки... Это все-таки броня. Руки Халка. А не больно было произвести? А, они же имеют суперсилу, точно. Все, тебе понятно. О, экшен, экшен. Для чего она одела опять маску? Они же ей так увидели. В лицо. О, кстати. Данный трикид у нее очень похож на будущий костюм. Да, реально похож. Классно. Очень красиво было. Мне кажется, что да. Все-таки она умеет управлять данным браслетом, но также браслет помогает ей. Например, в данном кадре. Вот она упала. Она бы навряд ли бы среагировала, чтобы сделать какой-то свет. Хотя, может быть, и среагировала. Вот. Ну, не больно было падать все-таки на свет. Это ведь, наверное, то же самое, что и на пол упасть, скорее всего. Навряд ли. А не проще было уступить место чуваку. А, он убежал. Это же какой силой надо обладать, чтобы проткнуть ножом кирпичную стену. Получается, он тоже имеет какие-то суперспособности. Потому что вот так вот сделать это... Ну, обычным счетом нереально. Жесть. Зачем она маску сняла? Классный кадр. Прям вот можно ставить на превью. Как? А как она так уклоняется? У кого она училась? Она была же обычным школьником. Ну да, она получила браслет. Она получилась с этим суперспособности. Но как она научилась уклоняться? Классный переход. Уже две смерти в этом сериале. Окей. Что это? Это как, знаете, это как в Человек-пауке нет пути домой. Где разрыв мультиселенной. О, пояс. Она попала в прошлое, в будущее, в другую реальность. Интересно, а та бабушка, которая ударила по браслету, она тоже видит, что и Камала? Или может быть Камала вообще в отключке? Ну, больше похоже на другую реальность немножко. Или на будущее какое-нибудь, на прошлое. Скорее немного на прошлое, потому что такие поезда в будущем, наверное, такие будут. Скорее всего, это прошлое, да. И скорее всего, это уже конец сериала. О, сейчас идет такой же звук, что и был, когда бабушка, я просто не помню, как ее звать, и Камала выдели поезд. Прям такой же сейчас звук. Блин, жалко, что у нее эту сцену после титров. Что? Что я могу сказать? Серия была прикольная. Я бы не сказал, что мне серия прям понравилась. Я бы такое бы не сказал. Мне было немножко скучновато. Но прикольно, что в конце серии сделали немножко экшен. Это классно. По мне, серия просто получилась обычная. То есть, серия получилась прикольная. Но местами чутка скучноватая. Ну, как по мне. Несмотря на то, что местами сериал бы немного скучноват, в конце они сделали небольшой экшен. В виде двух убийств. И, ну да. И такого флешбека, или это, я не знаю, как это объяснить даже. Ладно. Оценку данной серии я бы дал бы, ну, если 10, то 6, наверное. Я не знаю. Обычная серия получилась. Спасибо тебе, громкий просмотр. Я очень рад, что ты смотришь мои видео. Правда. Буду рада, если ты перейдешь на этот ролик, чтобы увидеть предыдущую мою реакцию. А если ты уже все посмотрел, спасибо тебе огромное. С тобой был я, Колди. Еще увидимся.